В период 2011-2016 годов снялся более чем в 30 фильмах. Известен ролями в фильмах «Мамы», «Частная пионерская», в сериалах «Светофор» и «Семейный бизнес». Кинодебель Семёна состоялся в 2010 году. Мама отвела 10-летнего Семёна на пробу рекламы МТС, который он успешно прошёл. До этого был год тщетных попыток на различных рекламных кастингах. Зимой 2011 года ему предложили роль дублёра в фильме «Аварийное состояние», «Всеволода Бениксена». Однако, увидев Семёна, режиссёр отдал ему всю роль, которая стала первой в его фильмографии. Далее последовала роль в фильме «Ночной гость» Станислава Назирова, где Семён сыграл сына главной героини Кирилла. Летом того же года он сыграл в криминальном триллере Рената Давлетиарова «Стальная бабочка». В небольшой, но заметной роли беспризорника Карлика. Зимой 2012 года вышел кино «Альманах. Мамы», где Трескунов снялся в Навиле. Операциям далее последовала череда ролей в различных телесериалах, которые остались незамеченными. В картине «Частная пионерская» Александра Крапиловского Семён сыграл главную роль пионера Мишку Хрусталёва. Картина не имела успеха в большом прокате. Однако была тепло принята критиками. В частности, и сам фильм «И Семён» получили множество призов на различных кинофестивалях. В период 2012-2014 годов он снялся в фильмах у многих ведущих российских режиссёров. В эпизоде фильма «Шагал», «Малевич», режиссёра Александра Митты, в трагикомедии «Александра Котта», «Третья мировая», «Петька», «Внук Петьки» и в детективном сериале «Чёрные кошки». В 2014 году на фестивале «Окно в Европу» впервые была показана картина Владимира Котта «На дне» по пьесе Максима Горького, где Семён сыграл Луку. Фильм был неоднозначно принят критиками. Роль Семёна тоже не осталась незамеченной и собрала в основном положительные отзывы. Далее Трескунов снялся в криминальном фильме «Переводчик». Летом 2014 года в Москве закончились съёмки фантастической комедии Александра Войтинского «Призрак», где партнёром Семёна по площадке стал Фёдор Бондарчук. Актёр исполнил роль мальчика, затюканного сверхзаботой мамы и презираемого одноклассниками, которого начинает преследовать призрак погибшего авиаконструктора. Работа в этой картине, вышедшей на экраны в марте следующего года, стала по признанию кинокритиков большим творческим достижением Трескунова. В 2015 году начались съёмки фильма «Хороший мальчик», где Семён играет главную роль. С 2013 года сам пишет и читает рэп под псевдонимом Холдэм. Продолжение следует...